в этом видео я хочу рассказать про сообщениях на американских дорогах вот если отсюда вам будет видно вот там над дорогой есть табло на котором написано какая-то информация отсюда вам наверное не видно в основном там пишут там сколько времени займет там доехать там оттуда-то до туда-то но иногда на эти табло высвечивается информация вот сейчас видно silver alert call 347 gold 2001 chevrolet cavalier вот мы уже проехали уже не видно я как бы расскажу что это значит я не знал что это значит ну как бы я замечал это но я не совсем понимал я думал что это украденный автомобиль у меня здесь дпс говорит я думал что это украденный автомобиль но и как бы просят помощи кто заметит звонить по такому-то номеру но это не так несколько недель назад вернее неделю назад мне пришла на телефон смс как где было написано amber alert и опять же автомобиль опознавал там какого цвета какого года номер регистрации ну и как бы номер телефона куда звонить если вы этот автомобиль увидели я погуглил что значит этот amber alert потому что до этого я видел только silver alert я думал что это угон автомобиля но оказывается amber alert это поки кража детей похищение детей и кроме того что этот alert был на дорогах это еще и было была рассылка на мобильные телефоны и мне пришла потому что как бы похищение детей серьезная вещь и они не только водители об этом как бы уведомили но и просто разослали смс к на телефон и потом я погуглю что же такое этот silver alert оказывается что silver alert это когда пропадает либо человек пожилого возраста либо такой немножко больной человек там умственно отсталый как бы не то что опасный для для общества но как бы он может просто там забыть дорогу домой ну такой не совсем не совсем самостоятельный или или там старый человек пенсионер у которого бывают провалы в памяти но как бы куда-то уехал и пропал не вернулся и вот его ищут это silver alert amber alert это это кража детей ну и после этого как я увидел этот amber alert у нас неделю назад там по всем радио потом это про это говорили каждый день в новостях писали суть была не в том что там бандиты похитили детей требовали выкуп как фильмах родители которые были лишены родительских прав опекунами двум детям там четыре года в мальчике два года были назначены дедушка с бабушкой и эти родители они как бы были осуждены они принимали наркотики вот их лишили родительских прав и они похитили своих же детей они похитили по моему машину вот silver alert вот табло и и написано было вот вот так иногда это конечно не часто случается но не знаю там два-три раза в месяц там если я езжу по хайваем то я замечаю вот такие вот сообщения но silver alert как я уже сказал это люди с потерями памяти либо с умственными осталось а так вот про этих детей родители их украли но так как они знали что в сша они не смогут спрятаться скрыться они сели на лодку и отсюда стампы они поплыли на кубу потому что между америка и кубой там очень плохие дипломатические отношения и из кубы в америку нету как это экстрадиция называется не помню когда она передача заключенных но но в данном случае американские дипломаты обратились на кубу к их ним дипломатом и в общем а как бы такой был исторический момент кубинская полиция и арестовали этих родителей и доправили их сюда ну и здесь уже детей вернули бабушки с дедушкой дети причем ну нормально себя чувствует я вот сегодня в новостях читал когда уже детей передали обратно родителям дети говорят как бы но они они как бы не поняли что произошло но они знали это же их родители хоть там их лишили родительских прав но все-таки это родители дети их знали но для детей это был такой отпуск вот так чтобы мне поворот не пропустить свой в общем это все что я хотел сегодня вам рассказать про эти знаки так как так как это интересно у нас я такого не видел может тоже тоже сейчас есть здесь я давно их заметил но я раньше даже не интересовался зачем они что они значат вот только когда украли этих детей я только вот сейчас поинтересовался что значит эти алэртс ну вот такие дела ладно тогда я уже приехал куда мне надо было надеюсь вам что-то видно было то ночью я телефон в руках держу вот все давайте подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите хороший комментарий задавайте вопросы если вопросы будут интересные на которые еще не отвечал то обязательно отвечу всем пока